Привет, друзья, меня зовут Денис Скорбилин, и вы, возможно, помните меня по видео-отзорам на канале Revolver Lab. Возможно, даже читали мои материалы на сайтах nomobile.ru или что за сайт. Я на данный момент не работаю на Revolver Lab, у канала меняется хозяева, там не работает также Иван Лучков, о чем он тоже рассказал в своем блоге. На данный момент я работаю в пиар-агентстве, занимаюсь пиаром, копирайтингом, немножко еще иногда балуюсь журналистикой. И я начал испытывать серьезную ломку по съемке видео. И, собственно говоря, поэтому я решил сделать собственный видеоблог, в котором буду рассказывать вам о каких-то рабочих своих моментах, то есть о копирайтинге, собственно, о гаджетах, которые до сих пор являются одним из краеугольных камней моей текущей реальности, а также о литературе, поскольку я еще начинающий писатель, вечно подающий надежды. Сегодня я хотел бы больше поговорить даже не о том, кто такой я и зачем я создал этот канал, а о том, какой у него будет формат. Я решил для себя, что я не хочу вкладывать большое количество денег в видеопаратуру, во-первых, потому что у меня ее нету, во-вторых, потому что на самом деле на Ютубе картинка на данный момент не главная. Любой, кто мне в этом вопросе не верит, может посмотреть видео блогера Академик, я дам ссылку на него в описании, где он рассказывает о том, как он потратил миллион рублей на видеоаппаратуру, на видеоизвук, и все равно уперся в то, что Ютуб испытывает некий кризис жанра, и если ты не знаешь, о чем снимать и что говорить, то тебя не вытаскивает хорошая картинка, и что в первую очередь должен быть креатив. Поэтому я решил, что все мои выпуски будут сниматься исключительно на мобильные телефоны, то есть я пойду от обратного, от, так сказать, бюджетного сегмента, и, соответственно, любой мой выпуск будет интересен начинающим видеоблогерам, которые также не могут позволить себе больших инвестиций, и хотят посмотреть, как видео будет выглядеть на том или ином смартфоне. В разных выпусках будут разные смартфоны. Сегодня мы снимаем на LG G2, это такой почтенный старичок, как видите, записи есть в 4К, это довольно здорово, особенно учитывая год, когда он был выпущен. В дальнейшем здесь будут и другие смартфоны, то есть я, когда буду что-то брать, например, на обзор, то я буду параллельно еще записывать несколько выпусков видеоблога, и вы сможете оценить качество видео в абсолютно реальном кейсе, и прикинуть, стоит ли лично вам покупать такой смартфон для того, чтобы сделать свой видеоблог, например. На мой взгляд, очень важным при записи видео, более даже важным, чем качество картинки, является качество звука, и поэтому ко мне уже едет с Алиэкспресса специальная приблуда, чтобы я мог подключить к смартфону микрофон петельку, я расскажу об этой приблуде. Также едет мобильный треножник, который раскладывается на целый метр, и, соответственно, с ним тоже все достаточно здорово будет в плане стабилизации кадра, и можно будет поэкспериментировать со съемкой на улице. В общем, я буду обо всех этих штуках тоже обязательно рассказывать, как я снимаю, что мне для этого надо, и будет упор обязательно на бюджетность. Почему бы нет? YouTube создан был изначально для того, чтобы каждый мог выразить себя, и я научу вас, как это сделать дешево. Мы будем учиться с вами вместе, и я думаю, будет весело. Наверное, на сегодня все. В ближайшее время будет несколько достаточно забавных видео, с моей точки зрения. У меня специфическое чувство юмора, но вы скоро об этом узнаете. А на сегодня все. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. И ставьте лайки, если вам понравилось. И можете написать в комментариях, что конкретно вас интересует в сфере пиара. Я думаю, это будет интересно. Пока.